Эти игроки были готовы, мне кажется, выйти и продолжить катать, судя по тому, как они играли все прошлые матчи. Ну, если вы не понимаете, то фнатики, такие после всей этой машины, которая вокруг них с их чиперством происходит, снялись с турнира, и Na'Vi будут играть с французами сегодня вечером. Ладно, про КС вы на стриме КСа можете узнать много, twitch.tv slash dreamhack.csgo, все просто. Там официальный стрим, ну, а мы смотрим дотку, которая начинается. Вот вы видите, покажите нам еще раз, если можно, студию аналитиков англоязычную. У них очень интересный комментатор на этот матч, вот это Luminous и Druskill. А вот Шивер и капитан команды EGPPD, которые сидит такой, говорит, так, короче, они нагло сперли, нагло аппоприировали, экспроприировали, что это такое. Так, тут правильно в твиттере писали, говорит, небось, вчера сидели EG, ну, не на after party, а на after day. На after day, да. Да, вместе с годом Артурка играет, да, типа, а что ты меня можешь научить? Ну, и научились друг у друга. Да, да, ну что же, шикарная игра от VP, а вот теперь, а вот теперь, что делать и одним, и другим? Мы только что, опять-таки, в паузе общался я с Жотмом, с Седым и с Йолом, и они по-простому так, говорит, да мы им валим Джокиров с пиком, и пусть думают. Ну, они могут в первой стадии его забанить, мы это тоже уже обсуждали. Ну, вот, не забанили Клауда, у Virtus.pro первый пик, да, и, а не, первый пик у Cloud9, а мне сказал Жотм, что у Virtus.pro. Но они, то есть, VP были уверены, что забанят Elder Titan, они были уверены на 100%, что забанят Elder Titan, и вот она визгла. Опять, опять Финга, Джокира, Баньша. Джокира, Баньша. И не думаешь. Давай, Джокира, Баньша. И продолжить, просто продолжить. Баньша, Джокира. Давить на Cloud9, чтобы они думали. Или же VP сыграет сейчас в свое что-то. Не-не-не, я почти уверен. Но Джокира точно. Там слишком много хороших героев, которые могут помочь этой тактике реализоваться, вот в чем дело. Да. То есть, там, ну, забанишь ты... Абаддона, например. Абаддона, допустим. Ну, возьмут Dazzle. Да, что-то в этом духе. То есть, всегда можно найти альтернативу подобным персонажам. Да, Абаддон, конечно, очень неплох в данной комбинации. Но Dazzle тоже был бы хорош. Забанят они, там, не знаю, Фуриона. Пойдет Тайт или Брю вообще. Ну, Брю пока у нас банит, да. Там Тайтхантер пойдет в оффлейн. И просто будет ходить, жмакать реведж по кулдауну. А ему все равно ничего не сделать. Потому что, если у вас будет подобный пик, как в прошлом матче, вам реально вафли. Ну, и вот, Джокира первым пиком. И, видимо, думают как раз насчет Death Profit. А еще есть такой чудесный герой, как Undying. Ну, Undying, он слишком такой ситуативный, мне кажется. Его, во-первых, и Бристалбэк контрит, и Гирокоптер контрит совершенно спокойно с его тамбои. То есть, ну, мне кажется, этот герой не слишком хороший. Кстати, Бристалбэк. Вот. Один из тех героев. И ВП им играли. Именно, именно. Я вот что и вспомнил. Они ведь действительно могут на нем исполнять. И, возможно, мы увидим Бристалбэка в этом матче. Я даже видел, кажется, один банк против Бристалбэка, против них. Вчера или позавчера. Что, второй пик. Все может быть. ВП на этот раз думают. Думают очень долго над своим пиком. Они не хотят. Собственно, это Skyrimag все-таки. Решили сыграть более спокойно. Skyrimag им не поможет пушить никак. Абсолютно. Это герой, который, в принципе, при пушах мало имеет смысла. Но, может быть, имеет смысл в чем-то другом. Кто и не знает. Ну, Skyrimag, в принципе, тоже нормальный персонаж. То есть, БП в этой игре уже не будут так бешено идти и ломать. На 20-й минуте мега-крепы. Сейчас, погоди. Сейчас посмотрим, что будет вторым этим. Во второй стадии банов у Cloud9. Если они не забанят вот этот супер-быстрый пуш, его могут спокойно взять. Если забанят, то, естественно, будут, возможно, менять свою... Ну, если Cloud9 забанят этот супер-быстрый пуш, то будет Сларк. Ну, да. И будете драться... Ну, один в один. Один в один. Но теперь против бетрайдера надо... Они сейчас Абадона забанят 100%, потому что он бетрайдера контрит вообще по полной программе. Так, винга у них, то есть, нет смысла банить. И что еще? Абадон и... Ну, Абадон Банша. Абадон Банша, может быть, да. Я не знаю. Просто Cloud9, вот они могут сейчас... Там еще, тем более то, что Энви на пике, он может сказать, вот, они нас сейчас пытаются развести. Они не будут делать то же самое две карты подряд. Конечно. А в Virtus.pro пойдут и сделают две карты подряд. В Virtus.pro забанят сейчас Дроранжера, Террорблейда и Тотча. Ну, это вообще без вариантов. То есть, хотя по прошлой игре Террорблейд был бы настолько бесполезным. Да, но это неплохой план Б. Вот если бы что-то пошло не так, то Террорблейд бы там камня на камне не оставил. Ну и его банить надо. Ну что же. Думает сейчас у нас Энви. Это минусомник. То есть Энви не печалится на тему. И будет банить, наверное, все-таки Сларка, фантомку последним. Ну, Террорблейд. Четвертым баном будет Дроранжер. Это точно. Ну что же. Задумались, задумались. Мы видим. Зал действительно на Доте заполняет все больше и больше. На финале будет забито, конечно же. Это мы понимаем. Ну и, честно, я болею за поляков в КСе, потому что если не П будут еще и в финале, то финал Доты с финалом КСа мы... Будет совсем грустный. Мы голос к чертям посадим. А у нас всего три паузы. Я уши посажу к чертям, у меня уже ухо болит. Да, да, да. Потому что уже слишком громко все. Ну, чтобы вы понимали, мы друг друга слышим, да, через систему внутренней связи. Если мы снимем наушники, мы друг друга слышать не будем вообще, абсолютно. Да, особенно во время матча, но это практически нереально. Ну, вот Минус Ларк все, как мы предсказывали. Все, как мы предсказывали, абсолютно. Сейчас бан Дровки и пик Банши. Все. Да, 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 скорее всего так и будет. Я бы поступал именно так. Потому что поступать иначе я смысла особо не вижу. Ну, просто чем смогут ответить сейчас Cloud9 после пика Бетрайдера Винги на вот Баншу, Джакира, там, Искай Росмага? Не знаю. Вот и я тоже не знаю. Ну, понятно, понятно тут все. Дрова Рейнджер. Просто отдавать Death Profit явно не стоит. А Cloud9 в теории могли бы ее взять, учитывая то, что они еще там... Ну, Омника забанили они с каким-то расчетом? С каким расчетом? С тем, что Virtus.pro в теории, в принципе, могут взять это раз. Ну, типа, чтобы Virtus.pro умеет им играть. Да, 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 да. Ну, то есть он может стать заменой тому же Абаддону. Кстати, вот если кто не знает, в оригинальной Доте это и есть один и тот же герой. Да. Просто один постюм... А второй поплохевший. Да, поплохевший один из них. Абаддон это, который поплохевший. Поплохевший Артас и... Блин. И стал он Абаддоном. Хочу в Ходс пошпилить. Я вот тоже что-то... Вот мне недавно возникло желание, вот и вот не было напрочь, но вот хочу, типа, хочется пошпилить в Ходс. Ну, мы с ребятами, ну, на Равиде, там, с Вовой, с Женей постоянно шпилим, блин, настолько круто. Там еще и Дендик начал пошпиливать. А там сейчас все дотеры пошпиливают. Да, да, да. Очень интересно. У меня вот просто весь френдлист, заходишь, у меня либо Хардсоун, либо этот... Либо Ходс. Либо Ходс, да. Восьмой взял ран? Какой? Где? В Хардсоуне. Конечно, изи вообще. Да я же говорю, я сижу, типа, на Расслободне на каком-то катаю, в Орге нам 23 урона в лицо, здрасте, на восьмой мане. Заброт. Это, ну, если нет каких-то таунтов, то все, чуваки разбивают клавиатуры после этих игр. Ну, что, это реально не контрится, вот кроме провокаций. Ну, что, Virtus.pro очень долго думает сейчас Жот над этим пиком. Зевс. То есть, Зевс сигнатурный для года. Они будут играть в эту связку, в которую они, Клауд Дайн, вчера были в первом матче. Зевс, Каэрос Мак. Да, да, да. Причем, мы помним, как они развалили имя. Это очень хорошо будет работать. Здесь это уже будет работать, потому что и Винга, и Бэтрайдер, это два куска. Да. Особенно Бэтрайдер, который на врыве, он постоянно в радиусе поражения Зевсом. Они вообще будут играть. Энчинт Филд, Болт, Минус. Да, 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 моментально, моментально должны погибать эти герои. Ну и Клауда сейчас понимает, что против них заюзали стратегию, которую ВП юзали вчера, у которой они проиграли. И Клауда понимает, что их ВП пока вообще на этом турнире не ощущают. Уже 3-0 у Виртус Про против Клауд Найн в личных матчах здесь, в Юнчопинге. А это много уже. Ну и ВП ждут сейчас ответочки от Эдвин. Опять Войт один в один. Пик совпадает с прошлой игрой. Значит, надо идти и бить физиономии. Силдсом уже не так легко это делать. Да ладно. Ну, вышки ты не так будешь хорошо ломать. Но по-прежнему у тебя остается фурион. Начнем с этого. В принципе. Но если ты его хочешь забирать. Пак хотел сказать, есть, нет. Пак и нет. Вот, вот еще один герой. Здрасте, Ликантроп. Мне очень нравится, как себя ведут сегодня Виртус Про. А мне очень нравится, как ведет себя Энви. Вот кто там, ты говорил сегодня перед игрой. Энви зависит от того, да. Если Энви разрешит победить, то победят. Энви походу говорит, типа, ребят, давайте 2-0, а там может быть мы соберемся. Мне надоело занимать третье место, я хочу занимать второе, я хочу занимать третье. А то что это? Да, первое, все равно не насилие. Нет, ну, кстати, ребят, есть огромный минус, если VP3.0 ушатает Cloud9. У нас будет огромная пауза между этим финалом. Я смог бы посмотреть ХАСик спокойно. Что значит за минус? Да, там Калента сегодня противной Рей будет играть. Такие вообще вот эти вот сеткоделатели? Да, просто, ребят, гранд-финал начнется точно в 19.00. И не минутой позже, не минутой раньше, потому что гранд-финал по доте будет стримиться на шведском телевидении, на шестом канале шведском, который у нас даже в отеле есть. Да, можно будет посмотреть. Мы как раз сидели в прошлом, на прошлом DreamHack StarCraft смотрели в лобби, когда дотка закончилась. То есть, собственно, спокойно, действительно, просто по телевизору. Канал доступный всем, это аналоговый, ну, цифровой, то есть тут нет уже аналоговой телевидения, цифровой, но доступный всем абсолютно бесплатно канал имеется, на котором идет развиваться DreamHack. Да, Virtusa ножичками пацанов скальпелируют. Да, Virtusa ножичками. Но, говорит, их это наоборот иногда заряжает, типа, ща, ща. Ну, тут зависит именно от настроя, да, то есть, либо спортивная злость вот эта, которая... Ща мы покажем этим крику нам. Слушай, а тут виноватер мне не нравится. Ну, веник, он типа неплох. Знаешь, что он делает ликонтропу в форме? Знаю, ничего. Вот. Он очень хороший. В этом и дело. Не, ну, на самом деле, здесь есть один большой плюс для Cloud9, потому что если хорошо войдет Void, то могут быть проблемы. Если, если есть одно здоровенное, если вовремя не среагирует SkyMag. Плохо будет, если вовремя не среагирует SkyMag. Вечать SkyMag сделает эту игру, вот я тебе серьезно говорю, либо на Void, либо на Виномансера, и все, это изи катка. Любой из этих ультов заблоченный, это все, это минус драка полностью. Ну, что драться нечем. Вот, и минус Apparition, все верно. Вот я в прошлой игре тогда говорил про Apparition, что его надо было банить. И в этой игре Virtus.pro, видимо, решили, что да, им как раз вот суппорта не хватает. И решили забанить Apparition. Молодчики, молодчики. Ну что же, Cloud9, пятый бан. Virtus.pro не хватает одного саппорта. Банят тай, да, они думают, что это ZEVS саппорт. Не, ребята, это ZEVS не саппорт. Не, ну так тай тут как раз и заходил бы в сложную. То есть ZEVS mid, LECAN легкая, или ZEVS фармит, LECAN легкая. А Jakiro куда? А? А Jakiro куда? Ну не знаю, может и на саппорте побегать, сейчас поглядим. Или они все-таки думают, что вот именно ZEVS будет суппортировать. Саппорт для YOLA сейчас нужен. ВП ни в коем случае не надо ZEVS саппортом ставить. Ну не, ZEVS нельзя ставить суппортом, это определенно. ZEVS нужно по-любому отдавать. Слушай, это будет, чувак, это будет три плав сложные, я тебе больше скажу. Конечно. Это будет LECAN, Sky Mag плюс кто? Кто еще помогает, Jakiro? Плюс стан, нужен стан. Вичдоктор. Вичдоктор, хорошо, кстати. Войнот, Войнот. Даззл тоже хорошо. Да, ну вот Даззл он такой, он меньше урона, он больше сейвовый. А вот Вичдоктор... Да, Вичдоктор и просто в купол станчики. Ну да, станчики туда, там касочки сумонов нет здесь. Прыгать каски будут качественно. И Enigma. Мне не особо нравится. Там идолуны с хаулем. А да, идолуны с хаулем, это хорошо. Но сложно в исполнении, скажем так. Одна ошибка и беда. Так, а Blackhole сбивать... Ну да, да, ты сказал по поводу Венги. Действительно, есть чем сбивать Blackhole. Но возможно тут не в Blackhole будет силушка-то богатырская скрыта. Тут просто и без Blackhole здесь... А бросил Midnight Pulse и пошел давить эталонами? Ну типа того, да. И просто нагоняешь шорох. Это реально гудай. Не, в Бхшечке, конечно, она будет там рано или поздно. Но поглядим, как ее будут юзать. Будут юзать в принципе. И как же линии все-таки будут расставлять? Потому что Энигма в чужом лесу мне не особо нравится. Помаши, Дания. Пришел Зевс, снимает свой очередной видеоблог. Ну и вот Вичдоктор есть, но не у той команды. И Вичдоктор под Вайда и под Виномайнсера план очень неплохой. Да, вот план у Энги в этой игре уже более ясен, нежели в прошлом матче. И в этой игре Cloud9 смогут отбиваться, в отличие от прошлой игры. В прошлой игре там было без шансов на стадии драфта. Полностью без шансов. Плюс то, что делали Virtus.pro. Сейчас УВП будут дни несколько сложнее. Потому что есть иномайнсер, которым легко играть. Тупо легко. Ты пришел, кнопку жмакен-жмакен, выиграл драку. Ну и в миде стоишь, кнопку жмакен-жмакен, варды ставишь. Да, тут все очень просто. И все с этими вардами пусть мучается. Да, да. То есть тут будет много зависеть от того, насколько Бетрайдер будет качественно играть. Сможет ли он для своей команды хоть как-то за спейс-креатить. И вот Вич Доктор меня очень сильно интересует. Насколько будет Ау играть хорошо. Ну все стандартно. У Клаудов пойдут они в легкую триплой и против них пойдет инигма. А там же Кирова Флейн. Там же Кирова Флейн. Нет, ну да, Джакирова Флейн, а инигма в свой лес. Ну интересно опять, что паузу почему-то ставят в Cloud9. Меня так бесит к паузе в начале игры. Да я уже говорил, надо вести как в Кейсе, фристайм. И все, там 10-15 секунд. Все, и побежали по линиям. Тем более этот фристайм есть после пика. Там есть несколько секунд. Разобрали, все, пошли. Они вот это вот сидят. Потому что они сейчас сидят и они сейчас просто обсуждают. У них ничего не происходит, они просто обсуждают игру. То есть кто куда пойдет, что мы будем делать. Это не... Терпилы. Ничего. Не честно. Спрашивает линк на Hearthstone. ViaGame.com Да, ViaGame.com Вот тоже НБК из ЛДС пишет, что приносит свои извинения Фнатикам, возможно, за какие-то вещи, которые он в их адрес мог говорить. А он говорил много. Ну, все говорили много. И особенно ретвиттил много. Тупо все говорили много. Тут вообще, причем было по какому поводу, так что тут, я думаю, комментарии излишни. Но все равно говорит, да, что теперь решение нелегкое. Но никакого осадка после этого решения уже не осталось у LDLC. Типа они считают, что оно абсолютно справедливое. Ну что же, и пауза затягивается. Вот уже ВП спрашивает, в чем проблема. Клауда, вот Энви, правда, сидит, вы видите. Смотрите на Энви. Такой капюшон сутенерский. Не сильно, но такой полусутенерский. Вчера лазил Энви по отелю поздно. Он выискивал шпионов. Да, выискивал шпионов. Кто ему что-то расскажет про ВП. Но шпиона он не нашел. Так, в чем суть паузы? Кто-то может подсказать, что ВП не знает. Админов я там тоже не вижу. Вот в чем дело. То есть ребята просто сидят. Да, что-то немножечко непонятная ситуация у нас получается. Хотелось бы, чтобы игра продолжилась. Ну, самое главное, чтобы продолжится КС. Ну и вы это слышите, конечно же. Так, что-то еще интересное пишет. Больше ничего. Ничего интересного пишет. Ну и вот он Фата, которому сейчас придется катать на Виномансере. Фата умеет. Не, ну я же говорю, в этот раз герои более комфортные для Клауд Найн должны быть. Вот, пишут Дю, Дю, РДю. Поехали. Реди, стеди, гоу. И, слушай, а не Рошана ли пойдут убивать Виртус Про? Да нет, это быстрый вардинг. Ты вообще псих. Черт. Я просто увидел Энигму, которую я купила Смоук. Посмотрел на Энигму, посмотрел на Ликантропа. И думаю, вот она, ВПшечка. Нет, там просто ТХДшечка идет ставить вардец. Вот видишь, он с телепорта залетел. Вот сейчас куда-то вот сюда. Да, вот поставил вард. Хороший вард. Для блока. И все. И уходит с едой. Да, причем обычно ты не ожидаешь увидеть там вард. Потому что это, типа, быстрый вард очень. Но это, скажем, один из дефолтных вардов. Вот в чем дело. Если команда почувствует, что ты пошел вард. Новая система в Доте с курицей. Мне не нравится. Вот бежит чувак. Да. А у меня его зовут Петух. Потому что я на него кликнул, когда он еще был Петухом. А сейчас это бежит вот этот Хаски за Даски. И его зовут Петух. Милашка Хаски, а он Петух. Немного оскорбительно в адрес Хаски, я думаю. Согласен, согласен. Хаски недоволен. Не шутите с Хаски. Да, да. Так, ну что у нас получается? Получается линия у нас стандартная. Энви внизу с двумя суппортами. В Бэтрайдер сложно. Вот вы видите, Бонусем делает стандартные вещи. Ломает вот эти леса для того, чтобы делать даблспауны сразу с двух точек. Ну, Бонсаймин просто даже не думает идти просто туда. Он понимает, что смысла идти. Ну, как бы да. Нету противникантроповская размага. Энигма будет в лесах приформить, понятное дело. Тут стоит Йол, чтобы схавать одного крипа. И он это делает. И отправляется регенить. Вертус-прос могут очень быстро спушить верхнюю линию, потому что Бонусем там ничем ребятам не поможет. Ну, в смысле... Если они захотят. Они, да, если захотят. Ну, скорее всего, это будет там какая минута, на которую тележка выезжает? Пятая, шестая, уже не помню. И на этой минуте, если у Энигмы будет более-менее нормальный левел, а он у нее будет более-менее нормальный. У нее только вот... Только один спаун заблочили Cloud9. И то это спаун отводов для суппорта. То есть, Энигма имеет фрифарм. В миде линия хорошо будет стояться, потому что году на Веномансера по большому счету по барабану. Как тот Жотм уже распечатал, конечно, Бонсевет. Вот, вот, вот. И Бонсевет летает, у которого уже полстолба нет. У него нет регена, то есть, он не может остаться на линии. Он улетает в леса. Все. Он пришел, такой, говорит, ребят, я сейчас постою на линии, чуть ли вы не против. Ему сразу по чайничку настучали и показали, что вроде бы против. Да, не очень довольны этим. Но Сидому тут пока тоже немножечко стремноватенько выходить. Сидому 8 танго. То есть, он может сейчас размениваться очень много. Так как герой у него плотный, еще и с колечком, то есть, у него 5 брони, 25% сокращения дэмэджа физического по себе, то есть, хитаться там с Вичдоктором, он может реально до потери пульса. Вот эти вот выпады от ВД, они ни к чему хорошему для Cloud9 не приведут. Ну, вот, линия пушится, 4 крипа по Тауранту, второй левел, еще сразу же будет Айс Пат, то есть, очень хорошо для Сидого в этом плане все проходит. Да, вот он, второй левел, все нормально. В миде, в миде, наверное, все-таки самое интересное. Да, тут Poison Stink, дальше будут макситься варды, ну, и году будет тяжко. Году будет однозначно тяжко, потому что Зевсом против вардов это... Нет, а что тяжко? Он будет стоять молниями, просто отстреливать крипов и все, ему на самом деле, что, линия будет пушиться в его сторону, добивать молнии и крипов, я думаю, сможет даже тот, у которого будет просто одна кнопка, вот, молния, на ней можно будет подписать, добить крипа и давать каждый раз, когда у крипа остается там 2 мм хп. Круто. Все, в залог успеха. И постоянно обузить боттл, вот это как бы главное правило, либо обузить, либо да, либо возить его. Третий левел, кстати, уже у Седова, и действительно он тут наглеет немножко, он понимает, что 8 тангусов и рингу протекшн это очень-очень-очень много, тем более, что он ничуть еще не потратил. У Йола там появляется, соул ринг, но Бэтрайдер тем временем делает то, что он лучше всего умеет, но продоригена у него нет, ему скоро придется отправиться на базу. Второй левел еще не взял Бонс Севен по-прежнему. И Зевс 12.0, 15.7 Ликантроп, Энигму оставляем за вниманием, скажем так, ну потому что это неправильно считать крипстат Энигму. Да, Энигма она просто фармит. Все, говорим, что Энигма на фрифарме, так и есть, и забываем про нее. У нее все будет отлично. Так, ну и вот, а год, кстати, следует моему рецепту, вот он просто берет боттл и 2 мм бзз, 2 мм бзз, все, изи. Красавчик. Вот так вот. Еще и варды тут фармливает. 14 уже наклейпал, да. С вардами Зевсу не так легко, но ничего страшного, ничего страшного, я думаю, год тут разберется. И вот так вот. А, там вышла венга, есть минус армор, но это минус год. Да, год, нет, 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 есть тут тп, Жотн прилетает и Пайлайдай бит и очень сильно. Пайлайдай получает марку, но нет, он в кулдауне сейчас. Слушай, там Фатта еще что-то задержался, Фатта, а что что ты тут забыл-то, дружище? Бои, можно забрать. А Фатта хотел, видимо, просто умереть. Вот, Фатта умирает и умирает здесь тоже Пайлайдай. Тычка и добивает его унигму, это минус два вот виртус про. Раш 3D ган. Да, но зато приятный момент при этом всем, то что бонный 7 фармит. Бонный 7 никто не мешает, спауны тут не заблочили. И он по-прежнему, кстати, не бегал домой регенится. Но ты видишь, он пока убил только 7 крипов, то есть, ну, фармит он себе татак. И у него, видишь, маны просто не хватает на фарфлай. Может, боттл сейчас кубит? Он будет делать старт, но боттла нет у него. У него ничего нет пока, абсолютно. То есть, с фармом у него не так-то и весело. Ну и опять Год с Паттой уже наглеет. Конкассик Год далеко, забежал, Пайлайддай, как больно! Ну, Год понимает, что впечатку он может вваливать сколько угодно, но сейчас его придется, скорее всего, добивать. Год, реген добивает. Отличная игра. Джоб, охладнокровно все сделал. Ну, то есть, Virtus.pro, главное, не растерялись здесь. Мне очень понравилось то, насколько четко идет вот этот... В данной ситуации правильный скрипт, печать, молния сразу. Ты моментально прогоняешь врага. Даже если ты его не убил, его в драке нет, он тупо убегает, потому что он сразу мертвый. Ну, что у него хп не остается. Ну и что, еще приятный момент, конечно, в этом всем, что Зевс успел забрать руну регена перед смертью в банку. Да, то есть, он вернется на линию, у него все будет в порядке. Седой тангусы вообще еще не тратил в этой игре. А у него уже трампилы, они уже не нужны, эти тангусы. Он их продаст скоро просто. Ну, и вот с Ауи, говорит, ПВП. Слушай, Ауи решил через Маледикт, а не через Вуду Ресторейшн. Ну, кстати, интересный маневр. Есть у нас такие Вич-докторы. Я на самом деле за таких Вич-докторов. Ну, под Купол это довольно весело. Именно, именно. Под Купол хорошо заходит, под Битрайдера хорошо заходит. Ага, вот так вот решил сыграть БЗЗ. 4 минуты 55 секунд у него появляется Хендух Мидас. Ультра-быстрый Мидас. Да, да, но... Не, ну это хорошо, это хорошо. То есть тут Бинит, конечно, его... Я-то не люблю Мидасы, вы знаете, не... Просто вот мне какая-то случилась неприезнь. Равно год назад мы здесь же сидели, и вот тогда я не любил Мидасы очень сильно. С тех пор не люблю. Их тогда было слишком много. Ну, вот здесь, по-моему, все-таки действительно это имеет смысл. Оправданная, может, по Мидасам. Так, смотри, там, с второго года будет уже уровень 6. А это значит что? Это значит, что любой минимальный замес... А замес тут можно, в принципе, устроить, учитывая то, что Скаймак имеется в команде. Снизу? 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 В смаке, смотри, Скаймак заходит на мидл. И будут сейчас идти убивать Фату, потому что Год реген уже прожал. Да, вот, нападают на Фату. Сейчас блок, хорошо, в марочку, залепили. И это минусы на Майнсер. А, и Стики, но все равно добивает Год. Браво! Браво, вот она связка. Вчера в интервью, после матча вам, который Джесс брал у Года, Год сказал, что, ну да, в первой игре против Cloud9 мы заюзали a little bit broken strategy. Ну, то есть, немножко такую, не самую честную страту. Ну, смотри, пришла Винга на линию. Говорит, Год, здравствуй, Винга. А тут Волки за 100 петлей. Волков не доконтраливает, не доконтраливает Волков. Волк. Да, ну, Год догонит. Подсвечивает просто, это самое главное. Вот, и это отличный второй минус. Ну, и Аркангутцы появляются. На седьмой минуте. Очень неплохо. Там даже Эншенты сорвались. С перепуга. Да, да, пассивочка их там зацепила немного. Запулились, нет? Не запулились. Запулились было бы вообще забавно. Ну, и вот, Год, посмотри, у него два фрага, два ассиста. Ну, и смерть, но от своего. Да, то есть, и один динай на счету этих ребят. Так вот, Энви у нас ушел пока на базу. У Года уже, естественно, есть уровень 6. Ты так сказал просто, Энви пока ушел на базу. Зевсут. Понимаешь, что соло сложная Джакиро против даблы прогоняет Энви пешком на базу. Ну, так а кто виноват, что там Вичдоктор бесполезный получился? Вот так вот. Так, Вичдоктор бесполезный почему? Вот мне очень интересно, чем занимается Пай Лай Дай? Почему они не хотят просто пойти там загнобить Джакиро? В результате Джакиро практически, ну, не то чтобы на фрифарме, но на фриэкспе. Вот, Джакиро в топе держится по экспе. Стабильно никто ему оттуда не доступен. Ну, Пай Лай Дай у нас гонгировал, мы видели, дважды. И, собственно, дважды у него не пошло, скажем так. Ну, вот, смотри, нападает на Сидова, но тут пришел Скайрас Мейдж. И он сейчас убивает Ауи. Сейчас плевочек, ну, это по-любому фраг, да. Зевс ультом добивает. Просто браво. Просто браво. Жотн пока отыгрывает прям фантастическую какую-то игру, но сейчас, по-моему, далековато он пошел. В смысле, да где вафли тут сейчас будут, если она останется здесь чуть дольше? Вот, она понимает это прекрасно. Ну, и Virtus.pro загоняют сейчас, загоняют серьезно Cloud9. Главное не заигрываться, вот как сейчас. Вот это уже далеко, это реально далеко. Конкассив не поможет. И... Ну, сейчас будет третий стак еще. Джакира может подморозить. Отлично подморозил. Как же, как же повезло. И теперь Bon7, у тебя проблемы. Слушай, слушай, ну, это минус Bon7. Там будут птицы, а птицы подсвечивают, и это реальный фраг. Это жесть. Это просто жесть. Это просто Allnage. Боже, я не... Я до сих пор не могу поверить в то, что Virtus.pro настолько хорошо играет. Ты смотри, кстати, что на топе произошло. Вот мы говорили по поводу Enigma, хорошей по таймингу. Enigma вышла хорошая по таймингу, минус две вышки. Минус две вышки, считай. Потому что этот Tower тоже заберут. Доктор ничего не сделает. Вот тебе Midnight Pulse, и тут делать нечего. Ну, хотя вот с этой волной уже не заберут. Там пришел еще веномансер. Снизу Сидой ищет. Вот ТП, кстати, у Сидого проблема в том, что у Enigma... А у Envy нет купола. Да, мы три человека, если что, ребята с Virtus.pro. Поэтому проблема сейчас как раз у нас. А вот еще одно ТП. И Envy еще и задули там за компанию. Там сгорит. И Bon7 сгорает. Да, он по-любому здесь сгорит. Еще и Goal. Жот, медитва живой. Пайлайдай забирает Жот, но и Goal делает типа аута. Береха подальше. А Сидой тут сейчас всех подобивает, я тебе так скажу. У Фата живой. А, Фата ботлом регенится. Да, но правда тут Envy. Envy задувают. И это минус. Все Фату посветили. Фата уйдет, но сам погибает. Это минус четыре. Пайлайдай. Сидой. На развороте ультракил. Давай, Сидой. Разводчик плюнуть. Разводчик плюнуть. Нечем там ультракилять, там Виномальс разгорел. Но все равно это фантастика какая-то. Ну, 3.10. 3.10. Винга за этого товарища должна была получить просто тонну экспы. Так и есть. Полторы тысячи опыта получил Винга за этого героя. Три левела. Да, вот это жесть. Винга сразу получает шестой левел. Единственное, кто выжил в этом всем побоище на нижнем тавере. Погоди, вот Винга не выжила. Ты давай заканчивай эти фразы. Жот пришел, порядок навел. Именно. Именно так. Так, и Virtus'а продолжают нагнетать. Там у года пока левел почти девятый, окей. В мид вышла Enigma. Продолжают прессовать Virtus.pro. Им понравилось, походу. Да. Они уже поняли, как надо играть в эту игру. Кстати, AONB-то есть купок. Перегод погибает. Год погибает, да. Еще и таймблоки тут работают. Виномальсер с гелем сейчас подойдет. Да, да, да. Год тут один полез и за это, собственно, поплатился. Вот это уже фид. Еще и Дезвардом забиварают Йола в миде. Вот это вот фид. И не надо дальше драться. Он сейчас Седой куда-то пошел. Они сейчас куда? Они сейчас дерутся? Хроносферы нет уже. Поэтому можно попробовать поджечь фату. Тем более, что он уже тратил... Ну и Седой тоже умирает здесь. Ну а что они делают? Вот зачем они пошли фидить сейчас? Так, погоди, погоди, погоди. Envy могут сейчас убить. Это будет очень серьезный момент. Да, Envy убивают. Ну... И Жотму убивает. А минус 4. Минус 4. Ну что это такое? Зачем? Да, Ликонтроп забрал Т2. Да, Ликонтроп добрался тем временем до Т3. Но это очень серьезный камбэк по деньгам. Мы прекрасно понимаем, что когда ты начинаешь вот так... 5 тысяч экспы. Ты посмотри, там 2... Там 3 тысячи денег заработали. Там опять Венга 1000 голды заработала и полторы тысячи опыта. 7 с половиной тысяч было преимущество. Венга уже 9 уровень скоро будет. Она не так, но была 4. Слушай, у нее в команде у кого-то есть выше? Ну и Веномальцера 8, Бэтрайдера 8. Очень много денег дали Веномальцеру. Бэтрайдеру дали Даггер в этом все. Вот, Бэтрайдеру дали Даггер в результате. И это серьезная проблема. Потому что сейчас Бэтрайдер начнет ловить. Должен сходить, наверное, в ближайшее время. Медальона нету. Ну вот, блин. Вот, 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 вот. Но это то, чего нельзя было допускать. Не надо было лезть за годом. Потеряли бы они одного там Зевса. Ничего страшного не произошло. Тем более, что у года там 3 фрага, а не 13. За него там много денег бы не получили. Ну, получили бы много, но не там супер какие-то невероятные цифры. Ну вот, Энигма с Ликантропом сейчас уходят на Рошана. Они прекрасно понимают, что пора бы уже. Ну, Cloud9 не могут этот момент контролировать. И 30 секунд еще до хроносферы. То есть 30 секунд они еще сами ворваться не смогут. Хотя у Бэтрайдера есть Лассо. И, скорее всего, сейчас будут пытаться инициировать именно под Бэтрайдера с Вичдоктором. Под Дезвард. Да, есть и Лассо, и Дезвард. Так и будет. Ну, и если это будет на Рошане, это будет очень неприятно. Тут много сумонов, тут много всего на Рошане. Поэтому сложно бы Драйдер нормально вылетать. И каски будут не так эффективны, как могли бы быть. И вот некого. Под Хаулем, конечно, дэмэдж тут от Эйдолона. Еще медальки нет. Так, тем временем Жотн. Жотн сейчас спалит ребят. Там тем временем летает Седой. Седой, по-прежнему живой. Седой, Седой, по-прежнему живой. Подходит на Мекку. Седой выживает, делает тэп-аут. И Бон Севен отсюда пытается улететь. Йол за ним. Йола нет блинка. У Йола есть некая. А в виде в это время мобилизеусом. Ну, что ж ты делаешь, Серега? Что он начал пидеть так? Ну, неожиданно. Вот, вот, Даггер наконец появился. Все, теперь будет немножко попроще. Ликантроп переместился на нижнюю линию. Будет забирать здесь Т2. Надо сейчас вместе с Джакиро действовать. Либо Джакиро должен лететь на мидл, добрать тир-1-вышку в центре, потому что она действительно очень ватная. Либо продолжать пушить вместе с Ликантропом. Потому что один Веномансер здесь не отпушит. Я думаю, надо две стороны просто пушить. Вот БЗС снизу, а Джакиро надо быть в миде. Ну, вот сейчас Йол как раз и подходит. Делает далончик в миде. Пай Лай Дай. Ну, Пай Лай Дай здесь умирает. У которого, кстати, довольно высокий левел. Так и я же о чем? То есть Венга там реально один из топовых героев, если на то пошло. Она вторая после Веномансера идет, вот, Венга. За счет того, что она присутствовала при соло-фраге тогда Джакиро после трипл-кила. И потом она еще там кого-то в миде тогда забирала. Зевса вроде бы. Смотри, сейчас все очень опасно. Но Ауи видят, поднимают его. Каски полетели, Ауи приморозили. И на хайграунд просто жжет мимо заваливать вместе с Зевсом. Ну и минус-тира-одиночка. Вот, это мне уже больше нравится. Собрались толпой, пошли давить. Но не могут против такой толпы попереть пока что Клауд Найн. Они могут в теории через прыжок Энви, хроносферу, ультвеника, там, варды... Но только если хроносфера будет над всех. Да, если будет очень качественная хроносфера, естественно. Потому что там сейчас Мека, например, у Йола. Она будет действительно помогать против того же Вич-Доктора и Веномансера. Еще Пайп нужен. Обязательно нужен Пайп. Если Пайп не соберут, я буду на них ссориться. Но под Веномансера, под Вич-Доктора тут вообще без шансов. Слушайте, а Т3 надо идти забирать? Блэк Холта есть, Крапира есть. А Эггис есть. Хотя, ну, уже от Маманы мало. Уж от Маманы нет со всем. Через 6 секунд даст Ман и год. Хорошо. Год даст, тогда можно. Год стоит в талике, он понимает, что ему нельзя попадать в хроносферу. Ну, видишь, каски, они совсем малоэффективны. Потому что очень много суммонов и ничего не могут сделать. Тут сейчас варды, правда, Веномансера отстреливаются, но потеряли почти полностью вышку. Ну и что, ВП, неужели уйдут? Ну, а почему уходить-то? Новых идолонов, ну, не надо уходить. Они на топе хотят Тауэр. Все-таки, наверное, стоило продолжить или хотят, может, Энви попасть, поймать ветра. Сайленс надо по таймингу. Сайленс, Энви. Браво. И Ульзюса. Здрасте. Просто браво. Сразу вспоминаю, знаешь, что это фотка на Гива, которая гуляет сейчас по интернетам. Ага. Когда ты в соло пушишь Тауэр, на тебя приходят три героя и Зевсы. Здрасте. Да. Нам вчера рассказывали про физрука, товарищи. Стенд-ин и посмотрите интервью обязательно. Интересное интервью. Так, ну и что там у нас дальше? Ой-ой-ой, что делает здесь Энигма? Что делает здесь Энигма? Энигма пофидеть, видимо, хочет. Ну, у них есть Вижен, она видит Инамансера, она видит Вингу, тут Вард стоит, то есть, все прекрасно контролирует. Вот, кстати, поставили Сентрик и, благодаря тому, что вот этот вот ОПС, он стоит в очень интересном месте, скорее всего, только что видели Смоук. Должны были видеть Смоук, должен был пропасть Ауэ из Вижена. И да, все убегают, все разбегаются, кроме Ликантропа. Ну, Ликантропа, Эгис ему пофиг. Ну, не то, чтобы пофиг, а Эгис хотелось бы, наверное, на сторону разменять, а не на ничто. Ну, вот и на топе. Ну, Ликан, слушай, я, походу, реально не в курсе, что там был Смоук. Походу, команда Virtus.pro, возможно, тоже, но нет, улетает Седой. Все расходятся, все расходятся, никого не видят на линиях, и все поразбегались. Вот, видят только Энви. Не идея сейчас, только волки под Мэдлисом. Ну, нужно забирать нижнюю сторону, обязательно. Там Тир-2 вышка стоит, там стоит линия запрошена очень сильно. И вот нарисовал мид. Зачем? А потому что Т-3, нет глифа. И Эгис еще полторы минуты действует. Просто разве что сейчас попробовать поймать Энви, но Энви успел вовремя убежать до того момента, пока его Джакиро не поднял на ветра. Ну, теперь надо его поймать после прыжка перед куполом. Так, вот они пошли, волки. Джакирка, ну, подпустите просто Джакирка, а хотя, блин, подпустите. Он сразу свап-стан, до свидания. Ну, тут и так пока разбираются. БЗЗ, естественно, выходит, потому что у него есть Эгис. И теперь Барак. Ребята, сгонятся за Войдом. Просто на Барак, пожалуйста, рейт кликом. БЗЗ понимает, что еще минута, Бойда поймали. Бойда надо убить, где Сайлентс? Вот он Сайлентс, Фаб отлично, Файлайт дай спасает. И Нигму выловили, но в Нигму не входит никакой демидж. Там Фата хорошо разлетелся, но тут Бойка... О, по-твоему! Это просто жесть. Даже не стали дожидаться этого конца. Это жесть. Я не верю своим глазам. Я ожидал что угодно от этого финала Лузерол. Мы разговаривали со шведами, и я говорю, скорее всего, 3-2 и упорная борьба. 5 карт. Главное, чтобы мы по расписанию до гранд-финала успели. Но тут пока что Салатина. Здоровенная такая Цезарь с курицей. Пока какая-то фантастика вообще происходит. И Virtus.pro, по-моему, должны войти во вкус сейчас. Но тут, вот видишь, многое зависит от Envy, от того, какой у них план на игру. Virtus.pro по-прежнему умудряются быковать, по-прежнему у них получается агрессивно играть, потому что им не мешают этого делать. Даже был сейчас Venomancer. Но хорошие артефакты, они Venomancer и Contra. Там своевременная Мека, своевременный Пайп, Пайп просто не успели собрать. Он бы сейчас появился, я уверен, если бы Веник доставлял чуть большие проблемы. А так, вот, собственно, здрасте. Один Black Hole за игру, зато какой. Ну, больше не надо было. Тут, в принципе, все решалось. Причем он там краешком зацепил двух героев. Я думал, он просто изначально по одному дает. Он, по-моему, так и давал, но как-то получилось, что по всему. Получилось, что действительно зацепил немного. И вот, возможно, последняя карта сейчас будет. И что дальше? У нас в 7 часов финал, гранд-финал. Я же говорю, я буду смотреть ха-сик. У меня уже почти идет. Блин, вот это, конечно, сейчас кощунски просто звучит, но я хочу как-то, чтобы подрались с Cloud9. Ну, как-то слишком просто. Интересно так. Чего мы вот это все в субботу собрались? Планы поотменяли все. И вот это посмотреть, три катки по 20 минут? Ладно, пусть лучше три катки по 20 минут, на самом деле. Год, 10-300 дэмэджа, седой 9-600, джоку 6 тысяч, фата 5-800, но виномайзер понятно. Вайда даже близко нет. Вот вообще хоть одну хроносфер, да, было, были, были. На годы там были хроносферы. На ней хроносфер было много. Да. Ну что, ребят, 10 минут паузы. Админы нам написали, 15-45, даже 8 минут паузы стартанет. Третья карта. Никуда не разбегайтесь. Virtus Pro против Cloud9 2-0, финал лузеров продолжается.